Продолжение следует... ...наш постоянный спикер. Ну, а я, как всегда, прежде чем предоставить слово спикеру, скажу свои несколько слов. Слова эти в основном будут предназначены тем, кто впервые находится на нашем вебинаре. В самом начале нашего чата располагаются три полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш сайт, на сайт Директ Академии. И на его главной странице вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые пройдут до конца учебного года, до конца июня месяца. Вторая ссылка на наш видеоканал в YouTube, на котором вы можете посмотреть записи всех предыдущих вебинаров. И даже не только последнего года, но и гораздо раньше. Вот как раз вчера у нас был небольшой юбилей. Я поместил на наш видеоканал 300-й ролик с записью вебинара. Так что подписывайтесь на наш видеоканал, чтобы быть в курсе тех видеособытий, которые происходят с компанией Директ Медиа. Ну и наконец, третья ссылка – это ссылка на наши онлайн-курсы, онлайн-курсы компании Директ Медиа. Пока там четыре всего курса представлены. Если вас интересует эта тематика, вы хотите серьезно подучиться онлайн, то приходите к нам. По этой ссылке вы обнаружите подробные лендинги наших курсов с подробными программами и с рекомендациями, что делать и куда обращаться. Ну и я хотел бы, как всегда, проанонсировать три следующих вебинара. Вот они. Завтра у нас, ну, если кто не в России, то сообщаю, что завтра в России рабочая неделя, поэтому мы тоже проводим. Рабочая суббота, прошу прощения, из-за переноса, связанного с праздниками. Поэтому завтра у нас тоже состоится вебинар. Завтра вебинар Марьяны Ганичевой, директора по маркетингу нашей компании, компании Директ Медиа. И будет наш продуктовый вебинар, который называется «Сервис ВКР-репозиторий и студенческая наука». После праздников 13-го числа мы не выходим с вебинаров, а 14-го и 15-го числа будут наши вебинары. В четверг 14-го будет вебинар победителя нашего конкурса слушательских вебинаров. Анастасия Пахарукова, победитель этого конкурса, выступит с вебинаром «Библиотечный информационный квест». Я думаю, что вам должно понравиться. Так что регистрируйтесь на этот вебинар. И 15-го числа, в следующую пятницу, через неделю, будет мой вебинар. Он будет посвящен использованию интерактивных карт в обучении геосервисом. Это будет такой достаточно продвинутый и снова учебный, а не информационный вебинар. Если кто-то хочет освоить геосервисы, ну, точнее, один из них такой наиболее простой, но это не значит, что очень малофункциональный, который называется «Геокод», приходите и получите достаточно полную информацию об этом. Ну что ж, на этом мое вводное слово закончено. И я хотел бы передать слово Татьяне для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Татьяна, прошу. Добрый день. Ой. За время недолгого отсутствия камера успела... успела... немножко сползти. Так что прошу прощения за такой настраивательный момент. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Павел Юрьевич. Рада всех видеть сегодня на одной из наших последних встреч. Год подошел к концу, осталось совсем немножко. У нас с вами осталось две встречи. Я имею в виду мои с вами встречи сегодняшние. И будет еще у нас один вебинар в конце июня, в 20-х числах. Посмотрите по расписанию, по-моему, 22-го или 23-го. По индексации ДОИ, по индексу ДОИ. Ну вот, на этом мы с индексированием немножко закончим наше вебинарное собрание. Коллеги, для начала давайте по традиции отплюсуемся уж в чате и дальше пойдем. Хорошо ли видно, слышно? И видно ли рабочий стол? Ага, спасибо. Все в порядке, все хорошо. Значит, в разделе ресурсы, презентация сегодняшняя и текст ВБК, о котором сегодня будем говорить, они есть. Материалы можно скачать, если есть те, кто впервые сегодня на наших вебинарах присутствует. Напоминаю, справа наверху в панельке значков в менюшке находим папочку, открываем ее с названием ресурсы и оттуда скачиваем презентацию и файл. Только скачивайте, пожалуйста, нажимая по зеленому значку. Если нажимать по ссылке, материал скачиваться не будет. Ага, спасибо большое, Павел Юрьевич, подсказывает точную дату. Да, вот в следующий раз поговорим об индексе ДУИ. Были вопросы у нас про ДУИ, что это такое, зачем это нужно. Ну вот решили провести такой отдельный вебинар на эту тему. А сегодня мы с вами знакомимся с классификатором ВБК. Тоже вебинар, который возник у нас спонтанно, когда мы знакомились с индексациями, с индексированием, с классификатором УДК. Вот возник вопрос отдельно про ББК поговорить. Тогда мы про него немножечко только коснулись. И вот сегодня будем с ним знакомиться. По поводу звука. Коллеги, поставьте, пожалуйста, хорошо ли меня слышно. Ага, спасибо. Периодически я буду отвлекаться, если я вижу в чате. Спасибо, спасибо. Если я вижу в чате, что плохо слышно, я буду задавать вопрос. Проверяйте, пожалуйста, сначала настройки у себя, возможно, громкости. И может это еще от качества связи зависеть. Спасибо, Надежда Александровна. Все в порядке, идем дальше. Сегодня мы поговорим про ББК. Надеюсь, наконец-то уложимся в час времени обычному и пересиживаем. И понятно, что за одну встречу, за один час все, что... Да, Наталья Николаевна, я знаю. В ресурсах ББК за 97-й год сейчас уже перешли на сокращенные таблицы ББК. Но для примера, для того, чтобы с ним поработать, общая структура, она осталась. Там есть небольшие изменения. Просто общие принципы мы на нем рассмотрим. А более полную версию постараюсь вам выложить в группу. У нас есть группа на Фейсбуке. Вот туда я ее выложу. И планируется курс по библиографии, по вопросам, связанным и с индексированием, и с библиографическими описаниями. Вот как раз по тем темам вебинара, которые у нас шли за год. И там мы уже будем использовать более новые материалы, естественно. Все это будет выложено там и представлено туда. За один час мы, конечно, все охватить не сможем и совсем познакомиться не успеем. Поэтому основные вопросы, которые выносятся на сегодняшнюю нашу с вами встречу, это действительно познакомиться, что такое ББК. Так как у нас цикл идет все-таки библиография для не библиографов, скорее для студентов, преподавателей, для тех, кто сталкивается с этими страшными вопросами, проиндексируйте свою статью по ББК и УДК. Мы не знаем, что это такое, с чем его едят и куда бежать. И поэтому основная задача – это познакомиться, хотя бы сделать первые шаги в этом направлении, узнать, что это такое, из чего оно состоит и как начать с ним работать. Поэтому мы сегодня рассмотрим, какие есть варианты, по каким, куда бежать, на что обращать внимание, если есть такой пункт в требованиях к оформлению статей или книг. И разберем структуру ББК, из чего состоит, и я вам покажу несколько онлайн-ресурсов. Так же, как для УДК, для индексирования есть онлайн-ресурсы, так же есть онлайн-ресурсы и для ББК. Поэтому, коллеги, если у кого-то есть еще какие-то способы онлайн-ресурсирования работы с ББК, электронные справочники, подсказки, из тех, которые мы сегодня не посмотрим, что-то свое нашли, чем-то другим пользуйтесь, но такое, чтобы оно было в открытом доступе и бесплатное, то, пожалуйста, можно заранее подготовить и в чат поделиться с сегодняшними участниками. То есть у нас не просто я рассказываю, мы еще делимся между собой. Жанна Валерьевна, вроде, не знаю, у меня, да, у меня хорошо. Да, Сусанна Шаловна, спасибо. Это от качества интернета еще может зависеть. Буквенные таблицы. А, это для научных библиотек. Покажу один вариант, где... Покажу один вариант, Анна Анатольевна. С вами хороший вопрос. Где их можно найти в интернете, как-то не задавалось, но вопрос ваш беру. Попробую найти. Покажу один вариант, онлайн-генератор, там есть с буквенными обозначениями. Как раз, может быть, он вам и пригодится. Но это чуть попозже. А сейчас мы с вами представимся. Представимся, познакомимся с ББК. Мы уже представились. Вот теперь пускай представляется он, она. ББК – библиотечная библиографическая классификация, полное имя. Это основное назначение для организации систематических каталогов и картотек, библиотечных фондов, и поэтому мы сталкиваемся с индексами ББК, когда приходим в библиотеки, если они работают на этой классификации. Ну и основная задача – это облегчить доступ для, с одной стороны, для библиотекарей при создании и формировании фондов и каталогов, а с другой стороны, для читателей, для пользователей, особенно при использовании систематических каталогов. То есть работа для поиска. Ну, насколько это просто и легко, это еще немножечко вопрос. Для чего ББК нужно не библиографам? Ну, во-первых, как мы уже сказали, при самостоятельной индексации книг, статей и других печатных изданий от нас могут попросить сделать это самостоятельно. Очень часто сейчас, кстати, журналы стали предъявлять такие требования, включать пункты самостоятельной индексации авторам. Во-вторых, ГОСТ Р704-2006 издания «Выходные сведения» требует ставить индекс ББК на обороте титульного листа в верхнем левом углу под индексом ЛДК. И поэтому при подготовке к печати изданий нам на это нужно тоже обращать внимание. Второй пункт. Проверить правильность составления индекса профессионалами тоже будет не лишним. Сразу хочу сказать, самостоятельная работа по индексированию, ну, хорошо, если у вас одна статья или одна книга, а если несколько изданий, ну, это достаточно непростая, нелегкая работа, особенно для небиблиографов. И очень часто мы можем встретить такой посыл – обращайтесь лучше к профессионалам, чем мучиться самим. Скажу сразу, да, правильный посыл. Обратиться к библиографам, особенно если это вузовские издания или статьи, которые мы пишем, во исполнении индивидуального плана в научные издания, можно обратиться к библиографам своего вуза, попросить помощи. Но проверить, да, даже если издается книга, ей присваивается и индекс ББК в издательстве, в редакции, проверить потом лишним не будет. Потому что каким бы хорошим, каким бы профессиональным не был библиограф, все-таки какие-то нюансы, аспекты своей собственной работы, своего собственного произведения лучше автора не знает ни один библиограф. Поэтому взять просто по таблицам, посмотреть, куда, в какие разделы будет попадать ваша книга или ваша статья – это лишним не будет. А поэтому надо просто уметь ориентироваться в структуре ББК, понять, что скрывается за этим индексом. Вот как раз про это мы сегодня и поговорим. Поэтому в какие-то глубокие детали мы вдаваться сегодня не будем, потому что просто не успеем. Это мы скорее будем разбирать уже в курсе. Поиск источников по отдельным темам вопросам – это еще одно из направлений, где нам может пригодиться знание ББК. Если откроете любой электронный каталог, вот тот же каталог РГБ, который мы смотрели, вы там увидите поиск по теме, заглаве, автору, название и индекс ББК. Поэтому это тоже один из аспектов для поиска, который мы можем осуществлять. По индексам ББК можно находить тематическую литературу, которая, например, близка к вашей тематике или к вашему запросу. И для ориентации в системе каталогов, картотек, библиотек, которые используют индексацию и расстановку, организацию фондов с использованием ББК. Где-то по УДК, где-то по ББК. Поэтому тоже не лишние будут хотя бы основные моменты иметь в виду, знать для того, чтобы легче ориентироваться. Как в обычных каталогах, в стеллажах и в каталожных ящиках, так и в электронных каталогах. Елена Станиславовна, презентация в ресурсах. Папочка, открываете наш зеленый значок и можно скачать. И структура, к структуре, к строению из чего состоит ББК. Она состоит из ряда связанных между собой таблиц. И если посмотреть, прежде чем приниматься за индексацию, хорошо бы посмотреть, по каким таблицам от нас требуется работать. Вот, например, два вуза Тихоокеанский государственный университет и Томский политех. В одном классификация по средним таблицам ББК, а в другом таблицы для массовых библиотек. Но сейчас это сокращенные таблицы. То есть немножечко разные вещи. Но чаще всего, кстати, встречается мне в вузовских требованиях, там, где нужно проставлять индексы ББК, все-таки ориентир идет на таблицы для массовых библиотек или сокращенные таблицы сейчас, новая вышла версия. Какие вообще есть варианты этих самых таблиц? Универсальные, полные и средние, сокращенные и отраслевые. Вот то, что существует. Те, что выделены жирным шрифтом, это то, что осталось три варианта, которые используются после 2000 года. В ноябре 2000 года Российская государственная библиотека, РНБ и библиотека Российской академии наук собрались вместе и подписали соглашение, в соответствии с которым система таблиц ББК теперь включает три варианта. Это полные таблицы или эталонные, это средние и сокращенные таблицы. И было решено, что таблицы ББК будут разрабатываться не как раньше, а раньше они ориентировались на тип библиотеки. Вот, например, те же самые средние таблицы, 10 выпусков, предназначенные для систематизации литературы в библиотеках разных типов. Там отраслевые, специализированные, универсальные, научные, высших учебных заведений и другие. А сокращенные таблицы выходят в одном томе. Ну вот поэтому таблицы для массовых библиотек и сокращенные таблицы, они более популярны и распространены, и в основном индексируем свои работы по ним, ну, во-первых, один том, да, это не 10 выпусков, и тем более неполные таблицы. И было принято решение в 2000 году, что теперь главным будет степень детализации этих таблиц, и полный вариант ББК будет находиться в РГБ и существовать как эталон, да, и будет функционировать только в электронном виде. Ну, понятно, объем, объем. Основными для использования в библиотеках России станут средние таблицы, и по завершении их выпуска предполагалось издать краткие таблицы ББК в одном или двух выпусках. И отдельно еще предполагалось ББК для краеведческих каталогов, ну, если кому-то это нужно, вот такое и есть. Однако в 2015 году сокращенные таблицы были выпущены ББК. Сокращенные таблицы ББК были уже выпущены. Новая версия, новая редакция. Новую редакцию, как я уже сказала, я вам постараюсь в группу найти, разместить текст, если есть. Мне попадались только сравнительные таблицы изменений. Вот это да, это было. Пока, честно скажу, не нашла полного текста сокращенных таблиц, так вот как текст ББК 97-го года. Поэтому в ресурсах, и сегодня мы будем рассматривать основные моменты, связанные с поиском, на ББК 97-го года. Это сразу предупреждаю. Не помню, кто у нас из участников сказал, что вышли новые сокращенные таблицы. Да, обязательно их вам постараюсь раздобыть и разместить тем, кому нужно, чтобы они у вас были. Но в библиотеках, я думаю, что уже есть. Пока, вот Галина Викторовна, пока затрудняюсь сказать по срокам, когда должно выйти, вопрос на заметку беру. Как только узнаю, обязательно в группу кину, сообщим. Ну вот не дожидаясь выпуска вот этих средних таблиц, сокращенные таблицы уже вышли. Так что будем… Да, Галина Викторовна пока не за что. Поэтому будем ориентироваться на них. Значит, по структуре. По структуре ББК. В принципе, она похожа. До всех изданий таблиц ББК она практически одинакова. И включает в себя следующие компоненты. Это основные таблицы, это… Ну, вспомогательные – это условно названия, они называются «таблицы типовых делений». Вспомогательные – это вот, помните, у нас было в УДК, да, вспомогательные таблицы. Ну вот, слово хорошее, помогают. Методические указания, алфавитно-предметный указатель и приложение. Евгения Юрьевна, спасибо большое за информацию. Да, мы поняли. Мы поняли про РГБ. Будем отслеживать, будем искать. И по структуре, из чего она состоит, как формируются индексы, вот с этим мы сегодня как раз и самым началом и познакомимся. Ну, первое, основные таблицы, похожая табличка у нас была, когда мы говорили про УДК, это основной ряд. Основной ряд таблиц возглавляет общенаучное и междисциплинарное знание, и следующие отделы охватывают основные области научного знания, это естественные науки, техника, сельское хозяйство, медицина, такие прикладные науки и здравоохранение, общественные и гуманитары. И замыкается всё, завершается литература универсального содержания. Если посмотреть, то структура ББК отличается от структуры УДК по основным таблицам, поэтому здесь те онлайн-генераторы и аналогии из УДК, они здесь не совсем применимы, разделы совершенно разные. Общественные и гуманитарные науки вообще объединили в такой блок 6-8. Поэтому здесь приходится смотреть всё заново, знакомиться заново с этой структурой, этой классификации. Ну и в отличие от УДК, если УДК – это международная классификация, то ББК – это классификатор национальный. И по особенностям индексации в ББК есть несколько моментов, на которые стоит обращать внимание. База индексации смешанная, то есть здесь используются цифровые и буквенные обозначения для составления индексов, используются знаки, точки, двоеточие, дефисы, круглые скобки. И сочетание всех знаков вот этой базы индексации, оно, естественно, приведено в определенную систему, где для каждого знака свое место, свое значение, свой смысл, своя смысловая нагрузка. И если их знать, то и составить индекс будет гораздо проще, и быстрее, и гораздо быстрее, и проще будет осуществлять поиск по индексам ББК. Логическая индексация позволяет детализировать какие-то общие понятия, выделяя более частные, более дробные понятия, путем присоединения имеющихся индексов к имеющимся уже индексам новых знаков, вот тех самых буквенных цифровых обозначений, символов и прочего. И если это знать, то, в общем-то, понимая логику, как строится индекс ББК, и самим составить его гораздо проще, сначала берется общий индекс, а справа подсоединяется то, что необходимо, исходя из вспомогательных таблец, если это нужно. То есть проводится детализация, всегда идет справа, основной индекс слева. И при необходимости также легко, например, эту детализацию убрать, если нужно убрать какие-то частные понятия, подвести их под общие, и просто отбрасываем справа знаки, но опять же нужно понимать, какие можно отбросить, и тогда у нас книга пойдет в более общий раздел. Это тоже хорошо учитывать при индексации, смотря, куда вы хотите, на каких читателей, на какую целевую аудиторию рассчитана ваша публикация, и куда вы хотите, чтобы ваша книга попала в более частный раздел, либо в более общий. Это тоже можно учитывать, когда вы проставляете самостоятельно индексы. Ну и есть некая последовательность рубрик в таблицах и в разделителе, в каталогах, индексы общих типовых делений, территориальных, специальных типовых делений, индексы с двоеточием, индексы основной таблицы и основной таблицы с буквенными обозначениями, потом с цифровыми обозначениями. Я понимаю, что я сейчас говорю несколько страшные вещи про какие-то типовые деления, общие, специальные. Это мы сейчас через один-два слайда с вами как раз и посмотрим. Асель Саятовна, ничего страшного, в любое время можно присоединяться. Сначала про те знаки, пара слов, которые используются при составлении индексов ББК. Арабские цифры – это обозначение основных классов ББК, в том случае, если идёт порядковое перечисление, перечислительное значение. Три технико-технические науки, два естественные науки. При второй и третьей ступенях деления основных таблиц тоже используются при обозначении территориальных территорий, территориальные типовые деления. Например, 4 – это в скобочках, в круглых. Это означает Европу в целом. И в сочетании с буквами русского алфавета они могут обозначать отдельные государства. Например, 4АВС – это Австрия, Европа и более частное понятие Австрия. То есть цифры всегда показывают более… Во вспомогательных таблицах типовых делений они показывают более общие территориальные деления, показывают более общее деление. И прописные буквы русского алфавита – это обозначение отдельных понятий предметов, территорий при алфавитном расположении материала. Вот используется в сочетании с цифрами. Строчные буквы – это обозначение основного ряда каких-то общих типовых делений. И, например, «Г», маленькая буковка «Г» – это обозначает историю науки. Поэтому если мы в индексе видим маленькую буковку «Г», значит, здесь собрана литература, в которой рассматриваются исторические аспекты данной науки или науки вообще. «Точка» – это разделительный знак, который ставится после первых двух цифр индекса. И вот она заменяет прописную букву основных делений варианта ББК для научных библиотек. И для лучшего восприятия, удобства произношения, «Точка» далее проставляется после каждой группы цифр из трех знаков. Считая слева направо. Сначала два знака – точка, потом каждые три знака ставится точка, для того, чтобы легче было воспринимать вот этот индекс. Если он очень уж у нас большой, сильно делится. Дефис. Вот если мы видим дефис, то это значит, что за дефисом идет специальное типовое деление. Круглые скобки – это отличительный признак. Они ставятся, когда нам нужно выделить территориальную. Это признак индекса территориальных типовых делений. Вот как мы говорили, 4АВС, книга Австрия, связанная с территорией Австрии. То в скобочках ставится вот эта циферка 4, и дальше идет название страны. Скобочка открывается, 4АВС, скобочка закрывает. Двоеточие применяется при комбинировании индексов, а в ВВК, так же как в ВДК, можно составлять индексы, делать их составными. И здесь заложен такой принцип комбинаторики. Можно самостоятельно скомбинировать индексы из имеющихся в таблицах данных. Вот при комбинировании индексов рубрик одного класса с индексом рубрик другого класса применяется двоеточие. Например, у нас будет библиографическое пособие по математике. Вот у нас сначала будет идти обозначение индекса библиографическое пособие, это, по-моему, 91.9, потом ставится двоеточие, и потом уже идет индекс математики, 22.1. И мы понимаем, что это книга, которая относится и к разделу библиографические пособия, и к разделу математика. И, соответственно, в библиотечном каталоге мы будем, если искать, то мы будем искать, вводим этот индекс, он нам выдаст всю литературу, которая относится и туда, и туда. Если нам нужны будут только библиографические пособия, то мы будем выбирать, конечно, то, что стоит до двоеточия. Касая черта – это обозначение сдвоенного индекса. Вот помните, у нас было 6.8 общественной гуманитарной науки. Вот при работе в каталогах, когда ищем литературу самостоятельно, важно уметь, что эти рубрики являются нерабочими, и карточки, например, в бумажных каталогах, за разделители с этими индексами не ставятся. Дальше там внутри будет идти уже деление 6, 7, 8 и более частные. Вот там будут карточки, а вот за самим этим разделителем можно ничего не искать. Это, знаете, как в выпускной квалификационной работе, в дипломной работе есть правило оформления, когда пишем глава 1, а дальше у нас пошли параграфы. Сначала пишется глава 1, и сразу за ней идет параграф 1.1, название параграфа, и дальше пошел текст. Потом параграф 1.2, и дальше пошел текст. Вот между главой и параграфом текста нет. Вот здесь то же самое. Вот этот сдвоенный индекс – это как название глава, за которым текста нет, а дальше идет следующий разделитель, параграф 1.1, и вот за этим разделителем уже карточки нужно искать. Нужно искать текст. Апостроф – это, если встречается нам в коде, значит, это типовое деление, та циферка, которая стоит за ним, типовое деление социальных систем. Например, апостроф 6, развитые страны. И запугав вас пунктуацией и наличием вспомогательных таблиц, вот сейчас мы как раз к этим вспомогательным таблицам и подойдем. Вот как это выглядит в самом ББК. Вот они, два более общие разделы естественной науки, 20 естественной науки в целом, и вот они пошли у нас. Видите, вот после первых двух цифр ставится точка, разделитель, и вот она, буковка Г. Видите, появилась. Значит, сюда все, что связано с историей естественных наук в целом, оно относится, будет иметь вот этот вот индекс. Если у нас эта книга учебное пособие, то вот открываем вспомогательную таблицу общих типовых делений и находим там вот этот вот самый значок. Вот тоже сочетание букв и цифр. Я7, учебное издание. А вот здесь уже нужно читать внимательно, что относится вот сюда к этому индексу и смотреть, нет ли у нас более частных вариантов. Если у нас учебник, помечено, что это учебное издание для высшей школы, то мы смотрим, ставить ли нам только Я7 или все-таки Я73. Вот при индексировании, при выборе индекса здесь еще требуется такая логическая работа нашего интеллектуального аппарата. Приходится проанализировать и имеющийся источник, и то, что написано в таблицах ББК, вот эти самые пояснения, для того, чтобы выбрать тот индекс, который должен быть. Поэтому человеческий фактор при индексации, он все равно будет. Поэтому я говорю, лучше немножечко познакомиться с таблицами ББК, даже не будучи библиографами, с тем, чтобы потом уточнять, правильно ли проиндексировали вашу работу библиографа, все ли было учтено. Что поделаешь? С одной стороны, это процесс, в принципе-то, творческий. Приходится знакомиться и с самим источником, и понимать содержанием, идти от его содержания, и подбирать этот индекс. Какой-то квест. Есть тут элемент такого квеста. Но, с другой стороны, это может порождать вот такие расхождения в понимании, куда должен пойти тот или иной источник. Да, ну что поделаешь, так уж устроен мир, так уж устроена ББК. Но все-таки здесь я бы не стала сильно спорить с профессионалами по поводу индексов. Уточнить, да, стоит, может быть, внести свои предложения, но если они настаивают, что именно вот в этот раздел должна пойти ваша статья, и у нее должен быть именно такой индекс, просто обсудить этот момент, постараться доказать свою точку зрения. Но все-таки профессионал, он, наверное, лучше, немножечко больше знает, почему именно сюда. Но свое мнение тоже стоит нести. Здесь отталкивайтесь просто от того, кто будет читать вашу книгу, и кто будет, кто ваша читательская аудитория. Вот использование дефиса. 0,2 – это раздел специальных типовых делений. Его нужно смотреть по таблице специальных типовых делений. Значит, при составлении этого индекса использовалась одна из вспомогательных таблиц. А вот выделение территориальное, 85-133, скульптура, в скобочках стоит 2, это обозначает, что она относится к России и СССР. А вот очень интересно идет разделение Европы, Азии, зарубежные стороны в целом – это троечка в скобочках, а вот Россия и СССР – это двоечка в скобочках, ну, потому что Россия относится к и Европе, и Азии, и поэтому выбрали вот такой вариант деления. Ставим двоечку, и понятно, что это наше. Там не надо смотреть по европейской или азиатской части России. Вот «История математики» тоже посмотрите. 22.1.г. Понятно, что вот этот индекс будет у всех книг, которые относятся к истории математики, рассматривают исторические аспекты, и откуда берется это г. Вот эта буковка. Вот она берется из таблиц общих типовых делений. Если их открыть, это вспомогательная таблица. Вот здесь написано, какая литература собирается под этим знаком. Поэтому если у нас будет книга о Лобачевском, с примерами, вариантами каких-то задач, то она все равно пойдет вот в этот раздел. То есть мы не просто ее поставим в математику, а еще хорошо бы добавить в буковку «Г», так, чтобы было понимание. И когда мы ищем литературу, тоже на это можно ориентироваться. Нужен вам исторический обзор или нет, это вы уже будете решать, увидев уже сразу из индекса на ту ли тему эта книга. И, наконец, вот эти самые страшные вспомогательные таблицы типовых делений. Из какие они существуют, какие они есть, из чего они состоят, как выглядят. Таблица общих типовых делений. Вот она. Они все в одном флаконе, в одном ВК. Используются для систематизации по тематическим аспектам содержания и каким-то общим для одной или нескольких отраслей формальным признакам. То есть она может применяться ко всем отраслям, ко всей литературе, которую мы индексируем с помощью ВВК. Индексы присоединяются к индексу любой темы или отрасли. Например, если мы выделяем учебники для средней школы по математике, то к индексу 21.1 мы присоединяем вот отсюда, ищем здесь Я7 учебное издание, и смотрим, у нас для средней школы, значит, будет Я72. И вот у нас будет индекс 22.1.Я72. Но для всех есть такая особенность в ВВК. Не стоит сразу бросаться к вспомогательным таблицам. Первый шаг, когда мы начинаем работать по поиску или по составлению, особенно индексов, сначала откройте общий раздел, основные таблицу. Посмотрите там, потому что иногда для некоторых видов изданий есть специальные индексы. Вот, например, учебник по русскому языку для средней школы. По аналогии, как с математикой, мы сразу бы бросились. Я7, да, 81.2, нашли рус, русский язык, отлично, замечательно, и просто подсоединяем туда Я72, так же, как с математикой, и все. А вот и не все. Оказывается, в основных таблицах есть отдельный индекс 81.2.РУС-922. Учебники по русскому языку для средней школы. И чтобы не было таких казусов, а иначе мы просто проиндексируем неправильно, а потом будем спорить с библиографом, что я же делал правильно, вот я по вспомогательным таблицам. Поэтому первый шаг, когда мы занимаемся индексированием, сначала откройте основные таблицы, проверьте, нет ли там специальных индексов для вашей статьи, книги, для того источника, который вы индексируете, и если нет, только после этого мы идем к вспомогательным, обращаемся за помощью к таблицам типовых делений, чтобы у нас вот таких вот нюансов не возникало. Сначала основное, а потом уже вспомогательное. И следующая таблица – это таблица территориальных типовых делений. Вот как раз по нашей круглой скобочке это всегда значит, что это какая-то территория, так как источник относится к какой-то типовой делению территориально. Цифры, буквы русского алфавита прописаны и строчные, и заключены обязательно в круглые скобки. В основном… Сейчас найду его. Да, и вот здесь… Здесь еще есть специальные типовые деления, которые применяются для наших территориальных делений. Вот эти пояснения тоже читать стоит, когда мы занимаемся индексированием. Это… Здесь есть очень хорошо сокращенные таблицы, да, вот эти таблицы для массовых библиотек. Здесь много пояснений, как делать, по какому принципу, методические указания. Вот это большой плюс. То есть то, что облегчает работу с самими таблицами. Поэтому их тоже стоит не пролистывать, а обратить на них внимание. Самая прекрасная, наверное, таблица типовых делений – это таблица социальных систем. Их всего три пункта – развитые, развивающиеся и социалистические. Но я думаю, что в 15-м… в сокращенных таблицах 15-го года надо посмотреть, было ли внесено сюда изменения. Индексируются они через апостроф. Просто добавление апострофа и ставится. И есть еще одна таблица. Да, ну вот как они применяются в самих таблицах, как это выглядит в самих основных таблицах ББК. Вот отдельные разделы развитых стран через апостроф. И, зная это обозначение, мы уже легко даже в каталоге можем понять, о чем идет речь. Какие источники собраны под этим кодом, под этим индексом. И таблицы специальных типовых делений. Вот это тоже важная составляющая. Первое. В отличие от предыдущих таблиц, которые выделены отдельными блоками и находятся в конце самой ББК, вот эти специальные типовые деления отдельно не выделены. Не знаю, для кого-то это может быть плюс, может быть, это и минус. Они находятся внутри самих разделов. Вот как это выглядит в самой ББК. Идет раздел, и потом дальше пошла специальная таблица, и вот ее обозначение через дефис. Если мы присоединим к общему разделу то, что у нас получится. Отличительный признак индексов, вот этих знак дефис перед цифровой частью. И обычно они помещаются под индексами тех разделов, для которых они предназначены. Ну, к ним мы еще, наверное, подойдем. Да, есть еще один момент. Иногда в некоторых разделах основных таблиц используются не вот такие таблицы, а отдельные, единичные специальные типовые деления, которые в отдельной таблице смысла нет выделять. В этом смысле, в этом случае, под нужным индексом помещается методическое указание. Вот почему начинаем всегда сначала с основных таблиц. Например, под индексом фольклористика, индекс 82, есть такая сносочка, есть методическое указание, что для выделения произведений устного народного творчества используется типовое деление 6. Вот, значит, если у нас устное народное творчество, то мы ставим 82 фольклор, дефис 6, следуя этому методическому указанию. Вот, с одной стороны, это вроде бы и правильно, с другой стороны, не совсем удобно, когда привыкаешь работать с основными таблицами, с помогательными, вот как с УДК, а здесь немножечко вот так устроен. То есть внутри специальные типовые деления не вынесены в отдельные части, а находятся внутри отдельных разделов. Вот не знаю, удобно это или нет, мне, например, не очень удобно, не совсем привычно, наверное. И в случаях, когда нужно отразить разные аспекты содержания нашего источника, то мы можем комбинировать таблицы между собой, и вот так образуются сложные комбинированные индексы, которые называются развернутыми таблицами. Вот рабочие таблицы для массовых библиотек, а сейчас это вариант сокращенных таблиц, вот они в значительной степени представлены развернутыми таблицами, то есть они более раскрыты, более детализированы. Но, однако, в них тоже присутствует возможность для дальнейшего комбинирования, и поэтому очень много методических указаний внутри самого, самих таблиц. Ну и алфавитно-предметный указатель. Это тот помощник, который должен облегчать нам поиск, но он упрощать его, как мы помним, по ББК, по УДК, когда мы разбирали. Сначала идите, и при работе с систематическим каталогом мы с вами тоже говорили, сначала идите в алфавитно-предметный указатель, а потом от него уже к каталогу. Вот с ББК здесь есть маленькая хитрость. Если ее знать, то это будет действительно просто и легко, но если ее не знать, то АПУ превращается в страшного зверя вместо помощника. Ой, прошу прощения, ай, перебежали. Вот так выглядит алфавитно-предметный указатель в конце ББК. Страниц здесь нет. А, Вера Георгиевна, про апостроф уже было. Это таблица социальных систем. Там всего три пункта. И апостроф ставится для обозначения развитые, развивающиеся страны или социалистические страны. То есть после индекса в конце ставится апостроф, и после него цифра 6 – это развитые страны, 7 – развивающиеся страны. Там очень все просто. А вот с алфавитным предметом-указателем очень довольно непросто. Казалось бы, вот мы открыли и видим сразу… О, замечательно! Индексы. Пожалуйста. Вот автоматика. Нашли у нас автоматика. Вот он, индекс. Мы берем его и вставляем. А вот этого делать как раз категорически нельзя. Потому что алфавитно-предметный указатель он не дает окончательный индекс, который нам нужен. Здесь целая история. Это криптография. Это египетское письмо, которое еще надо расшифровать. Что означает эта запись? Вот это индекс в основных таблицах. То есть, посмотрев в алфавитно-предметный указатель, мы можем перейти в основную таблицу и найти нашу любимую автоматику под этим индексом. Вот она. Вот мы переходим. Вот она, автоматика. Вот пошло и пошло дальше деление. Более частно. И мы ищем. А вот это что? А вот это то самое специальное типовое деление индекса, которое добавляется из таблицы специальных типовых делений, добавляется к индексу. И вот они отделяются точкой, запятой. То есть мы показываем, здесь показано, что автоматика может находиться и вот здесь под этим индексом. И еще есть что-то, что касается автоматики, которое находится вот под этим специальным индексом специального типового деления. А где он находится? Где эта таблица? А вот это уже следующая часть. Через звездочку указывается индекс общего раздела, где находится эта таблица. Раздел 3 техника. А вот это через запятую. Номер таблиц, где ее искать. Если он стоит, значит, в этом разделе есть несколько таблиц специальных типовых делений. И нам показывается вот этой цифркой, что нам нужна первая таблица. Если там всего одна таблица, вот как в филологии было, то будет стоять просто 8 обозначений раздела, и все. Вот цифра после звездочки. Она показывает индекс раздела. А вот если есть запятая, то значит, и после нее циферка, это значит, есть несколько таблиц. Они идут сразу после названия основного раздела, основных его подразделов, и вот идут сразу в специальные типовые деления. И вот там ее нужно искать. Вот полная расшифровка, что записано в алфавитно-предметном указателе. Если это расшифровать, то это будет выглядеть вот так. Вот мы с вами прочитали один египетский иероглиф. Где находится эта таблица? Вот мы идем в третий, а теперь мы можем спокойно открывать третий раздел технико-технические науки. И вот они, специальные типовые деления. Таблица 1. Вот здесь мы и будем искать под номером 505. Это один индекс. Автоматизация. Оказывается, это автоматизация оборудования. И здесь мы читаем, что собирается, какая литература, для каких источников вот этот кусочек специального деления нужно добавлять к индексу. Если не нужно, мы оставляем наш родной индекс, который у нас был слева. Вот этот 32.965. И на этом успокаиваемся. А если нужно, то мы просто добавляем к нашему индексу вот этот кусочек специального типового деления. Вот это вот тот момент, на который стоит обращать внимание, когда работаем с АПУ. Если вот это вот, это хитростей много. Это вот одна, с которой часто сталкиваемся. Вот если ее знать, то АПУ становится хорошим помощником. Сложновато, правда? Хотите узнать, как проще можно выяснять вот эти вот индексы находить, специальные типовые деления по таблицам и смотреть, что они означают? Можно, конечно, листать сам ВБК, а можно воспользоваться вот такой вот хорошей подсказкой. Электронный справочник ВБК. Давайте я вам на него дам ссылочку в чат. Который находится на сайте Объединенного фонда электронных ресурсов наукообразования. Вот такой электронный справочник по ВБК. Минус его… Он удобный, действительно ускоряет поиск, особенно вот таких вот сложностей, как мы сейчас смотрели в алфавитно-предметном указателе, особенно когда только начинаешь знакомиться с этой системой, чего, как искать. Вот одну подсказку с расшифровкой я вам дала, а вот вторая подсказка. Электронный справочник. Минус его в том, что здесь методически, вот эта методическая часть, объясняющая, как им пользоваться, она достаточно короткая. В основном касается правил ввода информации в поля ввода для поиска. И вот здесь, кстати, спрашивали про буквенные обозначения. Вот здесь удобная и есть вещь. Оголовление приводится как с цифровыми, так и с буквенными. Это в научных библиотеках принята система. Буквенные обозначения разделов. По нему можно сверяться, какие буквы, каким разделам соответствуют. Вот они все здесь есть. И если мы ищем вот эти специальные типовые деления, вот оно здесь вводится очень просто. Название деления классификации ввели, у нас автоматизация. Код деления мы вставляем вот этот вот самый с дефисом, маленькую приставочку. И смотрите, что он делает. Нам не надо лазить ни в какую таблицу. Мы просто знаем, что это третий раздел, что нас интересует тема автоматизации. Из АПУ мы берем вот это название. Берем вот этот код деления, который настоял после основного индекса. И вставляем сюда. Запускаем «Искать». И вот смотрите, буквально два клика мышью скопировали и вставили. Он нам дает текст. Текст полностью совпадает с текстом таблицы специальных типовых делений. То есть вот эту детализацию можно искать по этому электронному справочнику. Здесь есть отдельное специальное типовое деление, текст типового деления. То есть по различным вариантам мы можем найти ту информацию, которая содержится в самом ВВК достаточно просто и удобно. Вот это вот такой удобный электронный справочник, которым можно пользоваться. Есть еще онлайн-ресурсы, которые позволяют нам работать с индексами ВВК. Вот несколько из этих ресурсов я вам сюда привожу в ссылки. Если нужно, вы мне скажите в чат. Я тогда просто продублирую их в чат. Ну, кто скачал презентацию, там они будут в активном режиме. Ага, в чат. Ну, для тех, у кого не всегда бывает возможность скачать, сейчас давайте я прямо вот так вот продублирую, попробую. Надеюсь, что вставится. Так, надеюсь, что вставилось. Да, вот они эти ссылки. И очень быстренько мы пройдемся по… Давайте я вам их сейчас покажу. Немножечко вживую, как они работают. Надежда Николаевна, они уже там в чате. Так, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, если виден мой экран. Так, сейчас я загляну. Есть, отлично. Вот он, вот он электронный справочник ББК. Вот он как выглядит, самый первый, про который я говорю. Он мне показался самым все-таки удобным. Да, вот результат поиска, который он нам выдал. Если я уберу слово автоматизация, оставлю только 5.05. Выдаст ли он мне что-нибудь. Так, он у нас подвес. Да, вот. Оставляю просто 5.05. Смотрите, он мне его выделяет. А находит. Да, если я нахожу, просто 0.5 найдет у меня. Просит уточнить. Если что-то с запросом не так, он сразу просит у нас уточнений. А если вот так, попробуем 0.5 ввести сюда. И вот, смотрите, дополнительную информацию мы еще можем найти везде, где есть специальное типовое деление 0.5, но не привязанное к автоматизации, к технике. Вот еще в общественных гуманитарных науках оказывается, есть таблицы специальных типовых делений. И там тоже присутствует вот этот код 0.5, который обозначает статистические материалы. Поэтому, когда мы ищем, еще вот хорошо сюда вводить название. Техника это, медицина это, по какому разделу мы это ищем. Но вот минус в том, что здесь приходится осваивать методом ненаучного поиска, скажем так. Методических указаний, чего куда вводить, в каких случаях, здесь подсказок нет. Поэтому приходится искать вот так. Ну вот путь, по которому я искала, я вам показала в презентации, он есть. То есть я нашла этот способ. Автоматизация, код деления сюда, и он выдает именно тот раздел таблиц, который к этому разделу привязан. Еще один поисковик формирования индекса, который я нашла вот здесь, но, честно скажу, я его привела в список, чисто для научного интереса поизучать. Вот здесь как раз есть сокращенные таблицы ББК, здесь есть доступные классификаторы. Вот посмотрите, здесь достаточно много. Я так понимаю, это какая-то разработка, может быть, для внутреннего, не для внутреннего пользования, но такое ощущение по дизайну и по функционалу, что это либо статья разработки, либо недоработанная, или в работе находится вещь. Но попробовать по нему поискать можно. Опять же, никаких подсказок, не понятно, не совсем понятно, но попробовать можно, чисто ради изучения. Вот эта вещь, электронный каталог, который находится на сайте МПГУ, здесь он не совсем заточен именно под индексацию ББК, но ее можно найти. Здесь есть, по крайней мере, подсказки. Например, вводим сюда, нам нужно найти искусство Японии. Ну, посмотрим, что он нам выдаст. Ну-ка, давай. Ничего не хочешь выдаст, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, 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 давай. А если вот так? Так, вот, 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 началось. Началось то, что мы не срабатываем, да? А по искусству найдешь? Вот. Да, по искусству он нашел. Вот ссылка на ББК идет вот здесь. Вот они, вот они, индексы ББК. Они приводятся в разделе «Смотри так же». А Япония не хочет. А по искусству Японии он нам не хочет искать. Да, а вот по искусству, по первому слову, ну, что-то, что-то, по крайней мере, он ищет. Да, искусство, вот, Ближнего Востока, вариативная часть. Ну, вот, какие-то индексы он сюда выдает. Опять же, недоработан. Да, вот первый, первый все-таки вариант миру, он все-таки был более, более качественным. И есть еще два таких поисковика. Поиск кода ББК, но здесь чисто по… Только поиск самих кодов. Это не по теме, не по словам, а что обозначает тот или иной код. И здесь нужно вводить только сам индекс. Он ищет только по индексу, обозначение самого кода. Но если это необходимо для быстрого поиска, это можно сделать здесь. И то же самое вот в этом ресурсе. Это издательство Триумф. Триумф, поиск по кодам ББК, опять же, по индексам. Тематического поиска у них нет. Написано на сайте, что только находится в разработке, что такая работа ведется, но пока еще не разработан. Там пустое поле, он выбрасывает на совершенно другие страницы. То есть понятно, что это очень сложная задача спрограммировать и создать такой поисковик, чтобы он еще по словам искал в самой ББК. Но по коду он осуществляет этот поиск. Мы можем здесь посмотреть естественные науки по разделам, на что они делятся, биологические науки. И вот эти обозначения показывают, что это все. Это уже последний уровень деления в данном ресурсе. Дальше он уже не показывает. Если есть еще что-то, у нас есть папочка. И пошли дальше деления. Там он не присутствует. Быстро найти нужный код, зная раздел, индекс. Здесь можно пользоваться этим поисковиком. Вот несколько вариантов, но все-таки, мне кажется, более соответствует понятию электронного справочника ББК. Это все-таки ресурс вот этого фонда, который на этом сайте находится. Остальными можно пользоваться, можно пробовать, но вот видите, там в каждом есть свои плюсы, есть свои минусы. И не каждый из них, не каждый раз срабатывает. Я помню, что как-то искусство Японии через сайт МГПУ мы все-таки нашли. Вот со студентом как раз сыскали на днях. Он его нашел. Но вот тем же поиском почему-то сегодня у нас не прошло. Ну, техника есть техника, поэтому лучше иметь несколько запасных вариантов. Мало ли что может приключиться с тем или иным ресурсом. Поэтому я вам стараюсь несколько вот таких вот ресурсов и давать, чтобы у вас всегда был запасной вариант под рукой. Итак, коллеги, мы подобрались к завершению нашего сегодняшнего дня. Мы познакомились с ББК. Мы с вами посмотрели его структуру, из чего состоят таблицы ББК. Она повторяется в средних таблицах, в полных. Разница будет в детализации и раскрытии индекса. И познакомились, что первая, самая главная мысль сегодняшнего дня. Сначала смотрим основные таблицы и уже если там нет специальных индексов под наш источник, под нашу тему, под наш аспект, вот тогда уже идем во вспомогательные таблицы и тогда уже идем в алфавитно-предметный указатель. А дополнение к быстрому поиску алфавитно-предметного указателя это вот онлайн-ресурсы, вот тот же электронный справочник, который поможет нам быстро найти нужный код и проставить правильный индекс. Итак, коллеги, на этом мы с вами сегодня завершаем. Да, был вопрос про группу. Сейчас я скину адрес в чат, адрес нашей группы. Так вот, вот адрес нашей группы в фейсбуке. Кстати, коллеги, кто уже записан или кто будет записываться в группу, там был интересный вопрос от слушателя по поводу индексирования в Web of Science. Очень-очень интересный вопрос. Одним из первых он у нас стоит. Если кто-то уже сталкивался с этим вопросом, кто-то публиковался или коллеги, или знает, пожалуйста, подсоединяйтесь к дискуссии, потому что для нас важно не только ответы на вопросы мои, но и такой взаимообмен информацией. Поэтому вот был вопрос от коллеги, давайте попробуем ему тоже всем миром помочь и, может быть, что-то полезное для себя тоже подчеркнем. Итак, коллеги, на этом мы с вами сегодня завершаем. Всем большое спасибо за сегодняшнее участие, за вопросы. То, что спрашивали в чате, я обязательно это возьму на заметку, постараюсь их раздобыть. И желаю всем хорошего продолжения рабочей недели и хороших выходных, хорошо отдохнуть, набраться новых сил с тем, чтобы прийти на следующие наши вебинары в активном боевом настроении. Итак, всем счастливо, всем спасибо. Коллеги, я хотел бы поблагодарить Татьяну за замечательный вебинар, как всегда. Вас поблагодарить за активное участие в вебинаре и также пожелать вам хороших выходных, но не забываем, что завтра у нас рабочая суббота и завтра у нас еще один вебинар. Приходите на наш вебинар, приходите на вебинары Директ Академии, будет интересно. До новых встреч!